Здарова парни, все мы с вами моими зрителями знаем, что прицельные сетки в Таркове не работают, так как они неправильно нарисованы. Но я каждый раз на каждом стриме и в комментариях отвечаю на этот вопрос, потому как люди, насмотревшихся экспертов, решительно заявляют, что 1 мил вниз это поправка на каждые 50 или 100 метров, как они пишут. Я всегда замечаю, что было бы неплохо уже в Таркове прицелы подрисовать, ведь это несложно и явно не лишнее для игры, которая себя позиционирует как с элементами реализма. К слову, 1 мил и 1 тысяч на это одно и то же, и это равно 10 сантиметрах на 100 метрах, то есть 20 сантиметров на 200 метров, 30 сантиметров на 300 метров и так далее. Элементарно нам нужен объект, размеры которого мы знаем. Возьмем, к примеру, автобусный знак. Обычно он имеет размер 600 на 900 миллиметров. Я не разработчик игры, не знаю точно, сделали ли они его правильно по этим размерам, но на его примере будут очевидно видны все косяки сеток, так как на рост человека сетки все равно не работают. Я покажу, как я вижу, простой способ редактирования сеток. Наверняка на это уйдут годы разработки, но это был бы хороший элемент игры, знаете ли. Итак, мы берем элементарно Photoshop, просто чтобы было наглядно, выставляем наши размеры 600 на 900 и затем берем скриншот и подгоняем наш знак под размеры, которые мы только что выставили. Затем по линейке, которая присутствует в Photoshop, выставляем такие же черточки. Эти черточки будут соответствовать настоящим милам, то есть тем, которые по сути на месте этих линий, полосок, должны были находиться вот эти кружочки милы, которые в данном случае не совпадают. Да и как на всех других прицелах, увидите, все вам сейчас покажу. Рисуем вот такое перекрестие красным цветом, чтобы вам было хорошо видно и ставим точки, то есть сами мило. Пока что ставлю на те места, где они на данный момент стоят у разработчиков. Затем покажу, как нужно было их переставить, чтобы они действительно были как полагается, как в жизни, чтобы по ним можно было определить любую дальность по любому объекту, размер которого вы знаете. В том числе, понятное дело, рост человека, либо ширина его плеч. Так, то есть изначально, забыл сказать, я лег от знака в 100 метрах. То есть поставил 100, сделал выстрел и пуля попала именно туда, куда я целился, именно в перекрестии. То есть до этого знака должно быть ровно 100 метров. Как мы это определим? Мы берем высоту знака 90 сантиметров, то есть 0,9 умножаем на 1000 и делим на расстояние точек милов, сколько этот знак у нас занимает, якобы в нашей прицельной сетке. Получилось число 128, то есть до знака 128 метров. Это погрешность небольшая, но это тем не менее погрешность. И вот таким способом можно элементарно эту погрешность убрать. И этот прицел будет, как в реале, замерять любую дальность. Вот таким образом мы переносим точки по линиям. Линии, повторяю, это совпадают с настоящими размерами, то есть с настоящими милами. Если мы вот так перенесем точки и попробуем посчитать по настоящей формуле все эти размеры, то у нас должно совпасть все ровно на 100 метров, без всяких погрешностей. То есть вот 9 милов сейчас у нас стал занимать знак. Вот, выходит 100. То есть знак занимает 9 милов, он так и должен занимать. Давайте посмотрим теперь другой прицел, просто для сравнения. Следующий прицел я взял прицел ПСО. Так как тут можно по горизонтальным тысячным замерить знак, потому как мы знаем его ширину 60 сантиметров. Мы сейчас попробуем это проверить, работают ли тысячные на этом прицеле. Смотрим. Знак занимает у нас 5 милов в горизонт. То есть 0,6 умножаем на 1000, делим на 5. 120 метров. Не работает. То есть неправильное значение тысячных на горизонтальной линии прицеле ПСО-1. Опять же нарисовал, просто обвел прицел разработчиков такими же линиями и пытаюсь выставить их по вертикали в этот раз, чтобы замерить, как они работают вертикально. Там тоже будет все то же самое неправильно. Милов у нас, ну то есть как бы тысячных получилось 8, что в итоге нам дало результат 112 метров. Далее всеми любимый прицел Вуду. У него значение, ну то есть значение его косяка такое же, как на прицеле Валтай. То есть тоже 128 метров. Хотя опять же можно было бы вот так его подредактировать, чтобы он соответствовал милам и все бы работало без всяких нареканий. Так, следующий прицел Хэнстольд. Тут даже страшно считать. Можно конечно предположить, что это прицел второй фокальной плоскости и кратность соответствия здесь это вот именно вторая. Сколько там она, 16 у него или сколько? Но даже там милы вообще никак не сходятся. В первой кратности там милы совпадают по формуле так, что до знака 300 метров. А при увеличении, то есть при смене кратности, там 45 метров до знака. Должно быть 100, напоминаю. Далее прицел. Здесь примерно такая же погрешность, как у Валтай и Вуду. Ну и следующий для наблюдения за звездами. Тут вообще 18 милов показывают в горизонте. То есть примерно так же плохо, как на Хэнстольде все с прицельной сеткой. Через все это я, понятное дело, понимаю, что Тарков это не симулятор. Но вроде как это не особо сложно поправить прицельные сетки. Ведь это первое, что бросилось мне в глаза, когда я пришел в эту игру. Но дистанции в Таркове тоже не особо большие. 200-300 метров, наверное, максимального такого стабильного снайперского выстрела. Это не арма и что-то подобное. Но такая крупица реализма была бы здесь, к этому месту, я считаю. Спасибо за внимание. Увидимся. Так, смотрю туда. Отползает. Попал. Спасибо. Убил. Убил еще. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Убил. 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 Отп... Продолжение следует...